Мы продолжаем программу. Политический курс и взгляды стран напрямую зависят от экономических возможностей государства. Такое мнение в эксклюзивном интервью агентству Казинформ выразил один из лауреатов Нобелевской премии по экономике, британско-американский политолог Джеймс Робинсон. Один из пунктов его работы заключался в исследовании того, как крупные бизнесмены влияют на формирование политических и экономических институтов в государствах. Их воздействие Джеймс Робинсон назвал разрушающим эффектом экономического неравенства на политику. В пример, Нобелевский лауреат привел экономическое влияние Илона Маска. Илон Маск занимается тем, что в Латинской Америке можно было бы назвать покупкой явки избирателей, используя свое огромное состояние для продвижения одного кандидата в президенты. Если честно, я считаю, что это катастрофа. Он, как гражданин, имеет право на свое мнение и на его выражение. Но я не думаю, что демократия может выжить при таком огромном потоке денег. Особенно в условиях, когда институты находятся под угрозой. В основном Нобелевский лауреат исследовал США, Китай, Африку и Афганистан. Возможно, в будущем он займется и Казахстаном. «Да, это было бы очень интересно. В прошлом году я посетил Кыргызстан и Узбекистан для презентации переводов моей книги. И у меня есть хороший друг-экономист из Узбекистана. Так что да, я, безусловно, рассматриваю Казахстан как объект моих исследований. Однако мои исследования всегда зависят от вопросов, которыми я занимаюсь. И эти вопросы могут привести меня куда угодно. Таков мой подход к работе».